Две ложки вот чай насъела, до чая выпила и рвала. Если ты решил посмотреть данный ролик, не посмотрев предыдущий, то я всё твоей маме расскажу. Собака. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, господин Шоколадина. Сейчас я вам покажу правильное исполнение психологического приёма. Меня обоссали, но я виду не подал. Ха! И больше не приходи! Вот это техника. Берём на вооружение. Не успели вы отдохнуть, и вот я тут, в нашей любимой игре, Гойда, три боги пошли на три буковы. Крашеная буханка ныне двигает в Гильдерн, где его таки никто не ждёт, да и вообще его никто нигде не ждёт, ибо пошёл он на все четыре стороны света. Но вообще к нему гарантированно было бы больше уважения, если бы он пил имба Энерджи. Вовремя я решил заговорить насчёт данного божественного напитка, ибо на данный момент самые топовые вкусы продаются со скидкой 30%. Ну а так, если кто не помнит, имба это первый в РФ и СНГ быстро растворимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Недавно варщики имбы выпустили вкусы в обновлённом составе и плюсом завезли качественные германские ароматизаторы. Это значит, что вкусово-энергетическая формула была пропачена до легендарных уровней. В каждой баночке находится 18 порций напитка, а это аж 6,3 литра энергетика. Хватит надолго. Каждый божий день на сайте имбы вы можете словить. Лютый скидосик на легендарные вкусы в обновлённом составе или же на топовые новинки. Скидка на них ограничена по времени и не задерживается на сайте больше двух дней, а потому не мешкай и двигай свои орешки за имбой. Лично я так и успел затариться тремя великолепнейшими вкусами. Уже ставший классик с бархатным вкусом оригинал, кисло-сладенький и очень популярный среди геймеров яблоко киви и освежающий тело и дух мохито, который я кстати рвал по скидке в 30%. Дабы не обидеть остальные вкусы, напомню, что они тоже весьма пистолярные. Эти сочные вкусы ждут, когда ты их заберёшь себе. Не упусти убер-мощную скидку, залетай на сайт по ссылке под роликом и заказывай имбу прямо сейчас. В Гельдерне нас также ожидает несколько квестов, полных классической индусской шизы. Например, тут есть батя Аня, которая очень беспокоится из-за того, что вокруг развелась всякая солдатни ботловатый, а это, между прочим, плохо влияет на воспитание его детей. Вот его дети, кстати. Сперва передохну, сперва передохну. Какая милая миртанская семья. Мелкие детишки аутируют, мать доедает камень. Вы беспокоите бедную семью. Хватит ругань, хватит драк и громкой болтовни по ночам. Нам нравится их беспокоить. И мы не прекратим. Ах вы, негодяи, мешайте развиваться такой милой миртанской семье, которая принесет столько пользы для нашей родины. Ну да хрен с ними. Давайте лучше поприветствуем брательника Анага Инага. Я вернулся, чтобы навести в этих землях порядок. Твой брат готов присоединиться ко мне, но только если с ним будешь ты. Для меня честь присоединиться к тебе и моему брату ради такой благородной цели. Но прямо сейчас я уйти не могу. Я тебе кодык выру. Буду кратким, как причиндал Зрила. Инок опрокидывает буханку через большой солноватый и говорит, что никуда не пойдет, пока Шепитоха не решит все местные мировые проблемы. Да, а вы как хотели. Индусы верны классической схеме игр от пираний. Главный герой чмо и все им пользуются. Да, и пофиг, что это дополнение к уже третьей части. Это даже не укор индусам. Это буквально правда. Пираньи буквально так все свои игры и делают. До сих пор. Как могут земли Миртаны быть в мире, когда их ведут такие узкие умы? Если в данном предложении поменять Миртана на любую другую страну, то ответов больше не станет. Давай помогу тебе разобраться с задачами. Нельзя терять времени. По итогу, со слов Инога, в Гельдерне нас ожидает примерный список задач. Найти потерянного шпиона. Да кому он их нужен? Собрать налоги с граждан. А, чтоб нищие были. Чего они деньги жизненным кажутся? Сопроводить караван до Сильдана. И уничтожить урочий лагерь. Ну, вроде ничего сложного, да. И по сути, реально ничего сложного. Но именно это меня и удручает. От Гельдерна до Сильдана ходьбы минут 10. Смотались бы туда-сюда, да все обсудили. Но наш герой по кличке Хэй Детка, я теперь Брюнетка, по жизни является дешевой рабочей силой. А потому им не воспользоваться грех. Вообще, насчет этого, меж словом, нехило аргументом парировал инок. Отправляйся в деревню, собери налоги и отдай их Анагу. Почему ты не можешь послать своих работников или слуг? Они тоже ушли на службу к Анагу. Бррррр. Это уже не готика, а в СЖ какое-то, потому что бытие идет буквально по принципу «хочешь жить, умей терпеть», но только вместо «жить» тоже терпеть. «Инос, дай разума голове этого безумного воина». «Инос тебя не слышит, а я слышу, поэтому выражайся осторожнее». «Хорошо». Остановись мгновенье, ты прекрасна, как мама зрила. О, с этого чела, кстати, можно собрать налоги. Ну-ка, давайте познакомимся. «А? Ты кто?» Мирный житель Миртаны. Замечательно. Воины нам нужны. Я сам воин, и мой отец был воин, и моя мать единственная женщина-воин на всю Миртану. Еще она готовила отлично, и... Я пришел собрать налог для Анага. О, помню, как мой отец собирал налоги. Давай сюда золото. Да, да, держи. Да тут и есть хоть кто-нибудь нормальный. Ну, пожалуйста. Давайте будем потихонечку выполнять квесты-квестики «Мои любимые». Да и продвигаться дальше по сюжету, а то прям интересно, что там такое будет дальше. Наверное, рофелы плюс вафелы. Ух. В первую очередь я решаю заняться караваном, ибо по факту про этот квест мало что скажешь. Приветствую, воин. Это тебя послали сопровождать нас? Да. Слава Иносу. Мы столько страдали от рук орков. Ожидание защиты было невыносимо, и многого нам стоило. Путь. Следуйте за мной. И как бы все. Идем до точки назначения. Правда, я решил слегка счетернуть и вместе с ребятами чутка поформить опыта, но вскоре очень об этом пожалел, ибо после двух случайных стычек по своим началась потасовка уровня «Ковбойский трактирный переполох». Мда. Довольно, мой друг. Отсюда мы спокойно пойдем дальше. Хорошо, мне пора. Да пребудет с тобой Инос. Ну и ладушки, мои веселые ребята. На завтрак кушаем опята. Были десять, шесть остались. От опят все обосрались. Благо, дабы времени не терять, я решил, раз уж мы тут находимся, то можно и налоги собрать. Причем собирать придется-то со всех тех, с кем мы в прошлом ролике карифанились. Я пришел собрать налог для Анога. Здрааасстуй, у тебя знакомый вид? Я приносил тебе крапиву. Вот как? Господи, как ты подрос. Ты подрос. Ну ладно, удачи тебе. Летаю, come down. А вот Барнабас выкабенивается, а потому получает по физиономии кулаком и ладошки, пошляки чуток. Спят усталые. А вот Барнабас выкабенивается, а потому получает по физиономии кулаком и ладошки, пошляки чуток. шла весьма неплохо. Я уже даже успел подумать, а жизнь-то налаживается, пока, к своему сожалению, не решил заглянуть к Анугу. Тут-то игра снова вернулась на привычные нам шизо-рельсы. Для начала Ануг чутка подушнил тем, что его брата все нет, и вообще шипитоха медлительный плюс неисполнительный петуч. Готово, я собрал налоги. Слава Иносу. Но где мой брат? Пиздец! Время не ждет даже орков, не говоря уже об... О, Инос, клянусь, я скормлю ваши с братом тела падальщикам. А потом так вообще неожиданно заявляет, что в местной таверне сидят предатели, а потому к Анугу надо привезти уже знакомую нам местную слабую на бередок тяночку по имени Изабелла. Не знаю более преданного стране человека. Могу поручиться за ее нрав и преданность. Это ща такая пусторония нам вывалена была или что? Какой еще нрав и... Тогда нужно допросить ее. Где ее найти? В самой таверне. Но для допроса пригласи ее сюда. Она тебя не знает. Не поверит тебе. Времена трудные, верить никому нельзя. Как ужасно, что наши сограждане не могут доверять друг к другу. Я конечно понимаю, что Индия это бывшая британская колония, но от этого квест уже откровенные фейбльщины несет, как тех квесток из разряда постригись как кретин. Ладно, приведу я тебе эту Изабеллу. Идем со мной. Анугу нужно поговорить с тобой. Ты воин? Можно и так сказать. Ты выглядишь очень сильным. Это о тебе мы тут слышали? Ты новый король? Нет. Давай ступай со мной. Хорошо. Что ты вообще несешь? Какой воин? Какой король? Ты психопатка? Ты коку долбишь? Как тебе? Что? К этой игре диалоги писал Гоффман. Что за шизабрят? Приводим дуру к дураку. И тут просит оставить их один на один. Пришла жена Антона. Отлично. Оставь нас на время. Я допрошу ее. Ей так будет легче. Хорошо. Это правда. И спустя секунду после диалога скоростел заявлять, что муж Изабеллы укрывает таверни шпионов. А потому мужа надо убить с особым цинизмом. Не забудь хорошо вознаградить ее за службу Мертани. Это даже комментировать никак не получается. Игра будто сама над собой издевается. А еще и меня иногда потрунивает. Понимаю. Понимаю. Ну понимаю. Понимаю. Прости, Антошка, но ты теперь муколдошка до смерти. Вижу, она до вас добралась. Ну ладно. Побил я Антона, вынес таверну и еще побил постояльцев, чтоб не забывали аромат батин и ширинки. Правда, ради чего я это делаю, не знаю. Мы как бы патриот Мертаны, но такое ощущение, что мы просто какой-то отбитый шизофреник, который кошмарит соотечественников прикола ради. Спасибо за то, что ты сделала для Мертаны. Пожалуйста. Ты утомился? Можно передохнуть в таверне. Нет, благодарю. Мне пора продолжать свои дела. Что? Хорошо. Помни, если тебе нужно будет где-то остановиться, моя таверна в твоем распоряжении. Я всеми силами хочу служить Мертане. Большое спасибо. До свидания. Я даже не знаю, радоваться мне отсутствия выбора или нет. В любом случае, наш суровый сигма-мейл идет дальше наводить страх и ужас на Мертану. Шмот надо бы обновить на второй троллик. Поглядите на солидную куртейку и фершенебельную корону, которая как бы показывает, кто здесь сфинктеру говорит жим-жим делать. В следующем квесте надо вырезать орков, которые ко мне даже негатива не испытывают. За время сна силы вернуться ко мне. Но увы, наш герой Шиз, а потому убью родных, убью друзей, убью орков, убью Куколда, убью работяг, я всех убью. Теперь по списку нам надо вызвать шпиона, который сидит в плену у орков в треллисе. Вы будете удивлены, но это достаточно простое задание по причине честности орка-охранника. Я не хочу драться, но этот человек нужен мне для дела, которое послужит обоюдной выгоде и людей, и орков. Никогда! У меня приказ! И ничто не заставит меня его нарушить, кроме золота! Прямолинейность и недооцененная черта характера. Отводим пленника в безопасное место и узнаем от него, что в треллис прибыл некий темный колун и что он очень опасен. И да, вы правильно поняли, мага надо найти и убить, но убивать опять же придется нам, ибо все остальные персонажи тут хуманизированная ссанин. Что ж, думаю, нужно выяснить больше об этом маге. Ты должен вернуться и... Простите, сэр. Я бы мигом вернулся на орке, выжили из меня все соки, и я не могу. Видно, земля Мертаны породила большой урожай трусов. Вам всем нужно одеться в платье и уйти в ассасинские гаремы. Главный герой игры Готика 3 Отвергнутые боги официально посоветовал молодому пацанчику пойти троповать. Возвращаемся обратно в трелис. От местных надо узнать про мага и как его достать. Так уж вышло, что среди местного населения все так же полно чудиков, а потому один рассказывает, что с магом и торсом с детства дурганы. Не разлей вода и дрались против Робара. Понял. Ну, спасибо за информацию. Мне пора. Всегда пожалуйста. Еще что-то нужно будет? Не стесняйтесь. Один чел сыкует что-то говорить, другой чел просто не договаривает и вообще выглядит как шериф гнилогем из скинчика про Робин Гуда. Кто ты? Мирный житель Мертаны. По итогу инфа вытягивается из весьма тупого орка, которому наш крашеный Трикстер запудрил мозги. Успокойся, друг. Я уйду. Но прежде объясни мне, почему генерала поставили в караул? Ты же генерал. Разве нет? Похож на генерала. Важный такой. Похож на того, кто все знает про лагерь. Он рассказывает, что маг в душе сыч либерах, который любит тишину, покой и тянок с членами. Ну, то есть литерали Гитлер. Ну и в общем, со слов орка-недоумка, маг ночью выходит куда-то по делам. Его надо дождаться. Но пока ждем, я решил провести время с пользой и подраться на местной арене. Увы, но эта арена известна своими лютыми имбалансными бойцами, которые отрывают яйца. И все бы ничего, но после каждой загрузки игрок вынужден слышать феноменальный урочий манифест, за который в Мертане можно присесть на банку с оленью. Если какой-нибудь Морро начнет создавать проблемы просто выруби его и не забудь очистить его карманы. А если проблема серьезная, можешь и убить. Морро слабые. Вы должны им показать, что такое сила. Морро нужен сильный правитель. Мы рука, что их кормит. Кулак, что бьет. Если ты решишь драться с Морро, позови всех посмотреть. Трусливый Морро прячутся по лесам. Они должны выйти и сразиться с нами. Ты будешь биться с ними. Они просто трусы и плохо сражаются. Покажи Морро, что значит честь. Теперь моя мечта, чтобы кто-нибудь набил эту пасту себе на спину. Такому человеку я бы даже руку пожал. Насчет этой арены, кстати, мемасик есть. На стримах я постоянно отлетал от тамошнего убер-орка и, короче, страдал. Однако неожиданно уже после прохождения я узнал, что оказывается во время битвы можно ставить игру на паузу, заходить в инвентарь и жрать лечилки. И-и-и-и-и-и Что? А так можно было? То есть я зря... Кстати, в этом же поселении еще и сидит Торос. Правда, нашего героя он вот совсем не рад видеть. Беллер, побери. Опять ты. Не мешай радоваться тишине и покою. Вполне справедливое отношение, учитывая прошлое да и нынешние заслуги Буханки с усами. Будь я на месте Тороса, то уже давно бы нашему герою произвел милосердный прострел затылка. Но да ладно, пора идти и ловить мага. Ночь он выходит и идет в сторону своего логова наяривать на анимешных тяночек. На нас внимания не обращает, но зато бьется со всякой живностью насмерть. Ничего себе, ну ты суровый, блин, вообще прям вау. Маг, что вы с Торусом замышляете? Ты че, дурак, блядь? Я отправлю тебя! Вот эта информация, конечно, полезная. Прям рад был с ним поболтать. Мага мы убиваем, пыхаем калек чисто балдежа ради и докладываемся о том, что все мы сделали. Мы молодцы, а братанам, пора бы уже встретиться. Ну вот действительно, ну вот пора бы уже, ребят. Готово. Чудесно! Инна с милостью велся над нами. Отправляемся в Сильден. Иди за мной! Фух, опять везти куда-то чела. Это, кстати, типичная активность в дополнении. Куда-то кого-то довезти. Обожаю эти пробежки на свежем воздухе. Бодарят тело и член. На пути нашим встречается некий тайный восточный незнакомец и что-то говорит. Ты воин? Или правитель? Не понимаю. Поймешь. Этот чел дает нам квест на поиски запчастей для убер-мега-брони. Прямо уровня Спейсмарина, ребят. Честное слово. Которую мы, кстати, дособираем только к концу игры. Так что, ну, а если, ребят, забиваем хрен, ну, как бы собираем, ну, ну, да. И вот, наконец-то, братья вместе воссоединяются. И сейчас будет лютый замес. Да-да-да. Ведь, ну ведь да, ради же этого мы тут собрались, да? Где мой брат? Я переживаю за него. Воин, первым делом приведи его сюда. Ты вот ща гонишь, что ли? Ты ща издеваешься надо мной? Готово, Иннок, со мной. Пора за работу. Отлично. Благо, разумизм все-таки случается, и сейчас наше великое трио придет к замечательным умозаключениям. Что ты планируешь? Для начала нужно выбрать между двумя вариантами. Первый — обратиться за помощью к Горну. Или... Что? Да он же сам начал это безумие! Не нужен мне такой помощник! Он тебе, может, и не нужен, а вот помощь его нужна. Он может послать нам свои войска для защиты от орков. Хорошо. Если Горн решит не помогать нам, тогда нужно поговорить с Торусом. Зачем? А-а-а, понимаю. Чтобы остановить нападение орков. Да, мне пора в путь. Что? Чего? То есть весь этот сэрбор был только ради того, чтобы наш чел такой... Ну, пойду, поговорю с этими двумя агрессивными шалопами. Я... Я чё, реально ради этого в позе Горного Орла померта не шастал? Собаки? Два бурата-акробата! К тому же я уже был у Торуса, я его лично щупал, трогал за всякое, дышал ему на ушко. Почему я тогда к нему с вопросами не докопался? А? Идиоты! Слов нет. Я сейчас высказался бы, ребята. Да, Ютуб не позвали, но нет. И теперь нашему герою предстоит двигаться дальше вглубь Миртаны, приблизиться к будоражащему сознанию конфликту поближе. После этой серии вы, думаю, лишь сильнее убедились, что ныне мир Готики стал более клоунским, более society, более приближённым к нашей суровой реальности. Увы. Но это лишь малая толика той дурки, которая нам предстоит. Ибо, как и в жизни, всё худшее ещё впереди. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok